Ребят, привет! Ну что, попьём молочка холодненького, только что из холодильника. На самом деле, конечно, это не молоко, это яд. Написано не пить. Специально написал для своих гостей, мало ли кто залезет в холодильник, решит испробовать. Это герметик, потому что сегодня я наконец-то устанавливаю шипованные покрышки на свою сорму фока. Давно собирался это сделать. Ну, с одной стороны, мне это не нужно было, потому что, гоняя по покачам, там, блин, через 500 метров наступает тайга, а в тайге, собственно, шипы-то и не работают, они нужны в городе, а вот в Омске они мне пригодятся. Ну что ж, приступаем. Так, для начала нам, Сабадов, нужно снять старые покрышки. Ну, не такие уж они и старые, на них ещё ездить и ездить. У задней, правда, есть порез стеклом, но это не страшно. Герметик его залил, и всё хорошо. Так, выкручиваем ниппель, чтобы спустить давление. Самое сложное в перебортовке, это вот выдернуть покрышку из обода, из замков. Ну, а тут было совсем низкое давление, но то ли спустило, то ли я на таком давлении гонял, я уже не помню. О, блин, вот это прям проблема. Так, не пугайтесь, это просто картонка проткнулась. Главное, сорвать хотя бы с одного места. Блин, как это сделать? Опа, сорвал. Ну, всё, дальше дело пойдёт легче. Да, кстати, там же ещё герметик должен быть. Надо быть осторожным. Не обращайте внимания, если вам кажется, что работает перфоратор, он на самом деле работает. Просто дом новый, и здесь все делают ремонт. А времени уже ждать нету. Мне уже надо завтра ехать. Покрышку замков выстегнули, теперь нужно её разбортировать. Ну, в монтажку я тут уже одну вставил. Сейчас вторую постараюсь куда-нибудь притулить. Главное, не повредить скотч, который внутри. Да, тут всё просто. Так. Я вот так боялся, что там будет герметик, а там, кроме герметика... Короче, там от герметика один запах остался, и вот он уже сам такой весь свулканизировавшийся. Сейчас я вам покажу. Прикольная, кстати, текстура. Ну что, давайте посмотрим на состояние скотча. Видите, ничего ему не стало. Этот скотч Gorilla Tape, который я наклеивал, когда собирал свой футбайк. Всё нормально. Ну, тут кое-где... Как будто вздутый, непонятно, что там. Там, наверное, внутри герметик. Да, что-то там сочится. Нажимаешь... Ну, блин... Ладно. Пусть эта штука там и остаётся. Не будем протыкать. Хотя, конечно, очень хочется. Вот. Да, в некоторых пузырях прям, наверное, там либо герметик, либо просто воздух. А может быть, только уже вот этот нашатырь, который отслаивается. Вот. И остаётся после герметика. Вот. Тут прям такая подушечка. Ну, вот это вот то, что весь герметик засохший. Ну, в принципе, можно крупные кусочки убрать, а всё остальное оставить. Так, теперь по поводу покрышки. Тут, конечно, всё гораздо печальней. Вы прям видите, сколько всего. И вот она вся такая. Ну, я подожду, пока она подсохнет, и попробую это как-то механическим способом. Ну, то есть, просто вот так вот скатать, убрать, если получится. Если нет, ну, пусть уже остаётся, что. Так, ну, покрышка у нас направлена, то есть, колесо вращается туда. И вот смотрим по рисунку протектора, он как бы показывает тоже направление вращения. То есть, вот так. Если развернёте, накат будет вообще никакущий. Ну, и, собственно, здесь где-то была стрелочка, указывающая направление. Вот она. Ну, туда, тут нет никаких сюрпризов. Так, вкладываем вот так вот в покрышку. Теперь покрышку, обод. Надо ещё, чтобы надпись была напротив. Соска, только, опять же, какая надпись. С одной стороны написано снова Валанч, с другой стороны написано Витайр. Ну, ладно, пусть напротив снова Валанч. У тебя всё будет. Тут, конечно, лучше с дополнительным оператором всё снимать, а не в одного. Так, ну всё. Здесь она у нас забортировалась. Так, надпись, надпись. Конечно же, всё сдвинулось. Я уже ниппель-то не вижу. А нет, как раз. Вот у нас надпись, напротив неё ниппель. А с другой стороны ниппель возле надписи. Теперь нужно забортировать вторую сторону, но нужно добавить секретный ингредиент. И это вовсе не герметик. Не вздумайте его сейчас наливать. В некоторых видео показывают, заливают герметик в открытую покрышку, потом забортовывают и накачивают. Нифига. Если вдруг что-то пойдёт не так, и у вас взорвётся покрышка, ну, то есть, или там корт порвётся, или ещё какая-нибудь фигня, у вас просто всё помещение будет в герметике, и вы в том числе. Секретный ингредиент должен прилечь девчонок на мой канал. О, блёсточки. Смотрите. Короче, я купил двух видов. Не было просто таких вот крупнодисперсных блёсток. То есть, были совсем мелкие, ну, то есть, практически порошок. Мне показалось, нужно немножко крупнее. Это, короче, золотистые. Это в виде слюды такой, то есть, они хаотичные величины, но не сильно крупные. А здесь прямо такие шестиугольнички розовенькие. Ну, одну засыпем в заднюю покрышку, одну засыплю переднюю. Переднюю, наверное, засыплю вот эти вот, золотистые. Знаете, как прикольно было объяснять, для чего мне эти блёстки? На меня продавцы в магазине косметики смотрели с открытыми глазами, широко открытыми. Так, ох, я не знаю, как эта хрень открывается. Опа, открывается. И высыпаем. Для чего нужны блёстки? Там, вон они. Блёстки нужны для того, чтобы помогать герметику заделывать отверстия, особенно это зимой нужно. Так. Главное не оставить здесь крышечку эту. Так, ну всё. Убираем сторону. Не знаю, кажется, что их не так уж много. Мне кажется, нужно было побольше. Но в магазине больше не было. Ну, а теперь можно забортовывать. Просто блёстки через ниппель засыпать будет сложно. Поэтому лучше так. Ну, а дальше технология такая же. Так, с той стороны. Откручиваем ниппель. Так. Оп. Откручиваем штуцер. Но перед тем, как накачивать, нужно сначала смазать всё мылом, чтобы хорошо село. У меня есть вот такое средство. Ну, собственно, это и есть мыльный раствор, скорее всего. Изи-фит от швадьбы. Правда, я губку тут уже поменял, потому что та родная оторвалась. Так, что у нас там? Сейчас всё тут намажем. Ой-ой-ой, тут ещё и блёстки. Надо как-то не переворачивать. Расправляем покрышку максимально по всему периметру. Можно накачивать. Блин, не запарюсь убирать эти блёстки. Всё, просто в них. Так. Включаем насос. Вернее, манометр насоса. И пытаемся накачать. Так. Ну, чё-то вроде идёт. Так. Чё-то ни хрена не идёт. Тут всё нормально. Давай, садись. Где-то, значит, пропускает. Ну, кстати, вроде как бы и воздух-то внутренний её есть. Так. Попробуем разобрать насос и прям так, без ниппеля. Бесполезно. Короче, ладно. Сейчас забортую камеру, значит. Другого варианта нет. Посажу в одну сторону, и там уже будет легче. Попробуем. Попробуем. я должен был попробовать скотч блестки были очень в тему выкручиваем мебель чтобы вставить камеру с одной стороны захлопнулась этого достаточно вот кстати место где было сложно покрышка но сейчас такое неровное все таки хоть и давал отвисеться так сколько у нас 1 атмосфера о капец это было жестко мучаюсь я с этой резины в плане бортовки на в этом плане с камерными покрышками гораздо проще в принципе если бы был компрессор мощный посадил так с этим не было бы проблем так нибель закручиваем от руки ну теперь снова забортовываем вот вот и И пытаемся расправить, а потом накачать. Так, сколько давления? Опа! На полотмосфере защёлкнулось. То есть, короче, два замка на одной атмосфере защёлкиваются, один замок на половинке. У меня тут пол весь в блёстках. Так. Давайте накачаем до одной атмосферы и сравним покрышку Швальба и Витайр с нового ланча. Итак, вот две покрышки. Вот это у нас Швальба Джумба Джим, более универсальная. Это зимняя шипованная покрышка Витайр с нового ланча. Первое, что бросается в глаза, это покрышка менее круглая. То есть, у него вот эта вот рабочая поверхность, она более плоская. И за счёт этого колесо ниже, ну, не знаю, где-то на сантиметр. Ну, вам не видно, но поверьте моим словам, то есть, реально сантиметр, точно есть разница в высоте. Но зато здесь более агрессивный протектор. Это, конечно, для зимы лучше. И есть, самое главное, шипы. А вот по поводу самой резины, сейчас потрогаем, сравним. Так. Понять. Мне было просто интересно. Всегда говорили, что у него более жёсткая резина. Я не знаю насчёт белой, но вот. Кнопики у Швальбы более мягкие. Ну, это, знаете, наверное, можно сравнить, как шиповка и липучка. Вот эта универсальная, она у неё мягкие кнопы. А здесь более жёсткие. Ну, за счёт этого, возможно, будет лучше накат. Хотя, блин, накат зависит не только от того, что как бы сам рисунок более жёсткий. Ведь, ладно, там к ногу будут играть как бы больше. Но тут более жёсткая резина, получается, боковин. Соответственно, по сравнению с Швальбой Джумба Джим, у неё накат похуже. По идее, должен быть. Уже не знаю, в какой раз выкручиваем ниппель. Пока он тут спускается, взболтаем герметик. Тут у нас уже какие-то хохоряшки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Семён Семёныч. Точно как в аптеке. Каждый бутылёк по 60 миллилитров. То есть в сумме я залью примерно 180. Ну, собственно, всё. Уворачиваем ниппель. И накачиваем. Ну что, теперь осталось только распределить немножко герметик. Хотя, с другой стороны, это делать не обязательно, потому что покрышка села плотно. Обод уже не первый раз участвует в бескамерке. Соответственно, там всё тоже загерметизировано. Видите, нигде герметик не сочится. А когда поеду, оно всё и так распределится. Что ещё не рассказал про эти покрышки. У них минимальное давление 0,6 атмосферы. При этом у Швальбы тех же 0,4 атмосферы. Но оно и понятно, там объём получается больше. А чем больше объём, тем меньше может быть минимальное давление. Конечно, можно ездить и на малюсеньком давлении. Да хоть чуть ли не в ноль спускайте, лишь бы не разбортировалось. Сами видели, как это. Забортировать обратно всё. Вот. Ну, да, конечно, покрышка может деградировать. Это нужно испытывать, смотреть, что будет, если долго ездить. То есть, например, первые мои покрышки, которые были на Симбао, они довольно быстро покрылись трещинами. Я там как раз экспериментировал с давлением. Там катался тоже чуть ли не в ноль, при этом на камерной покрышке. Вот. Ну, думаю, всё будет нормально. Обязательно это всё испытаю. Вам расскажу. Сделаю какой-нибудь видеотест. Мне предстоит ещё собрать заднее колесо. Надеюсь, с полученным опытом я это сделаю гораздо быстрее. Не будет вот этого цирка со скотчем и со всем остальным. Ну, надеюсь, я также заслужил лайк. Но если не понравилось, то поставьте дизлайк. Я не могу запретить. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписались. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну, а я вам желаю удачи. Всем катать. И увидимся на YouTube. Пока. Продолжение следует...